Народный артист СССР Армин Джигарханян, как это не прискорбно, снова оказался в центре скандала, который с каждым днем только разрастается. Но от этого дела не проясняется и становится все более запутанным. Показания одних противоречат показаниям других. Информация перевирается и неконтролируемо порождает самые нелепые, даже шокирующие слухи. Поэтому вводные слова, предположительно, может быть, скорее всего, здесь будут наиболее уместными. Суть произошедшего – возможный конфликт между известным артистом и его молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Возможный потому, что супругу утверждает, будто никакого конфликта не было. Сам же Армин Борисович, который находится в 57-й городской больнице, более категоричен в своих суждениях о ней. Она лишила его всего, и это еще мягко сказано. Более того он не желает ее видеть. Виталина также не выходит на связь. Сестра артиста, проживающая в Ереване, имеет свою версию – медицинскую. Она утверждает, будто брат горяч по причине разыгравшегося сахарного диабета, а это заболевание имеет свои особо нервные проявления. В общем, пока досконально разобраться в том, что же на самом деле случилось между супругами, с чего началось, что стало поводом, до недавнего времени производившими впечатление счастливой и благополучной пары, не представляется возможным. Вскоре, как я выйду из больницы, я все тебе расскажу, это непросто и так вот не поймешь, пообещал Армен Борисович. Хорошо, Армен Борисович, подождем, но пока скажите одно, как вы себя чувствуете? Нормально, нормально. Уже лучше. Я лег на профилактику. Поверь, я ничего не выдумываю, на редкость гнусная история, ее просто так не расскажешь. Однако ваша сестра Марина считает, будто это проявление диабета, потому что она думает, что спасает своего брата. Не разобравшись, ничего не поняв. И врачи такие есть, не изучив больного, выписывают лекарства, от них один вред. Я должен вернуться в театр и сам все решить. Сама Виталина уверяет, что из-за случившегося ей плохо, несколько дней уже не спит, не ест. Предложила обратиться к своему представителю. Звоню Элине Мазур. Простите, Элина, вы представляете интересы Виталины Цымбалюк-Романовской. Вы юрист? Я юрист, но здесь выступаю как частное лицо, представляя интересы частного лица. Не совсем понятно, но, может, хотя бы у вас есть какая-то достоверная информация, что в конце концов произошло между супругами. Ничего, вроде бы, не предвещало буря. Наоборот, только утих скандал с его предыдущей женой. Мне известно, что еще 9 октября Армину Борисовичу, а он находился в театре, стало плохо. Сахар подскочил до 30, это очень много. Врач, которая имела договор с театром на медицинское обслуживание, не стала вызывать скорую, а чуть ли не на частной машине увезла Джигарханина в 57-ю больницу. Как фамилия врача, известно. Шагенова Людмила Владимировна. Причем, когда мы хотели вызвать скорую, она воспрепятствовала этому всячески. Мы не знали тогда, в какую больницу попал Армин Борисович до 12 октября, то есть 3 дня. Ничего о нем не знали, где он, как себя чувствует, а как же нашли. Узнали про 57-ю больницу путем обзвона медучреждений Москвы. Находится он сейчас в больнице без медицинских документов, без паспорта. До сих пор мы не можем попасть к нему, потому что люди кавказской национальности, которые находятся с Армином Борисовичем, всячески препятствуют тому, чтобы мы прошли. Похоже, что эта история будет иметь тяжелые продолжения, как с ее историей, так или иначе, связанные с имуществом, его возможным дележом и т.д. и т.п., сколько таких было. В них материальная сторона всегда давлеет над моральным и нравственным. И, увы, на глазах изумленной публики уничтожает все то лучшее, что казалось незыблемым, устойчивым, навсегда. Пачкая известные имена, репутации, кто тут прав, кто более виноват, или неправых, невиноватых. Одни жертвы.